Друзья, всем здорово! Сегодня мы будем с вами обозревать целых две пары кроссовок от бренда Adidas. А все почему? Да очень просто! Это Climacool и можно так сказать переиздание, только немножко с какими-то странностями. Первая модель Adidas Climacool Fresh White в далеком 2015 году. Я обозревал эти кроссовки, но они были немножко другие. Ну совсем немножко. В 2020 году эта модель делается у нас в Индонезии. И вторая модель это Adidas Vizrida, но почему-то ее так обозвали, хотя раньше она называлась Adidas Climacool Ride. Эта же модель у нас делается во Вьетнаме. Черные коробки с огромными логотипами Adidas. Ну что, поехали! Это модель Vizrida, а это модель Climacool Fresh. Продолжение следует... Ой, что-то мне хочется называть эту модель, как и раньше, Adidas Climacool Ride. Ну да простите меня, Adidas. Не знаю, на кой черт они такой фигней занимаются. Это же не новая модель, это просто тупо переиздание. Изначально их делали в 2013-2014 году. Но вот знаете, что хочу сказать. 9000 рублей стоимость, ну сейчас где-то 5 с чем-то тысяч рублей. За рубежом 100 баксов. Когда-то их фулл прайс был 490 или 4990. Что-то такое было. И за 2,5 можно было купить. Вторая же модель, это Climacool Fresh. Хоть здесь ничего не поменяли, но изменили и там, и там. Сетку я вам сразу же забегу заранее, скажу. 7000 рублей официальный прайс. Сейчас там что-то за 5 тоже, за 5 чем-то продают. Ну я думаю, опять же, прайс будет все уменьшаться и уменьшаться. За рубежом же 100 долларов также стоит эта модель. Игрыки вот обычные, ну как обычные, уже стандартные. Внутри идет чип. Я думаю, видно она то, что просвечивает. Раньше эта модель была из других материалов верха. Сейчас материал верха стал более вентилируемый. Да-да, раньше он был похожего типа, но более плотный подклад изнутри. И поэтому вентиляции не столько, сколько сейчас. Это всяко. И вот вы сейчас этот шедевр просто видите, как происходит паропроницаемость. Это не как кроссовки горят, как некоторые пишут, почему ты кроссовки поджигаешь. Ребят, это пар холодный, теплый пар. Ну вот и паропроницаемость четко отражена. Воздухопроницаемость стала лучше. Раньше здесь были вставки, вот такие вот усиленные изнутри. Но сейчас их нет. Лакированная синтетическая вставка. Нет усиления под большой палец. Это 100%. Мизинец на грани усилен. Идет, вот видите, прошивка. Это соединение двух материалов. Нижнего подклада и верхнего между собой. Чтобы он там не скручивался никак. Часто прошивают криво. И получается нитки какие-то торчат. Не пугайтесь, все можно исправить. Также очень много комментариев, что виден клей по всему периметру. Все-таки понимаете, черная обувь. И на черной обуви клей виден будет 100%. Просто они с завода должны проходить, промазывать краской или восковый карандаш. У них есть еще, чтобы скрывать это все под черный цвет. Но здесь такого не сделали. Видимо, упор, как обычно, сделан на скорость. Раньше здесь была надпись. По-другому сделана. Теперь она сделана. Ну, здесь прикольно, да. Но вот эта прямоугольность, вот этот материал просто, ну, капец как-то смотрится. В остальном же полностью база одинаковая. Температурный диапазон этой модели. Плюс 15, плюс 20, плюс 25. Как и раньше, я говорю, эти кроссовки сделаны для того, чтобы ходить летом. Не в дождь, не в слякоть, а именно летом в сухую, жаркую погоду. Для тех, кому, наверное, чужды какие-нибудь сланцы, тапочки и так далее. Шнурки хорошие, никаких проблем с развязыванием. Небольшие вставки, синтетические, облегченные для усиления, ну и не более. Промежуточная подошва. Хочу сразу же сказать, если кто-то ожидает суперамортизации, это модель не для вас. Промежуточная подошва EVO. Весьма твердая, не средняя даже, жесткости ближе, наверное, к твердой. Знаете почему? Да все очень просто, здесь нет резины. Здесь нет резины, как бы вам ни казалось, и производитель об этом даже не указывает. Ну, им как бы пофигу, конвейер есть конвейер. То есть вот, видите. Поэтому и жесткая EVO. Для асфальта особо как бы разницы нет. Это, ну, что без резины, что с резиной, вы будете одинаково устойчивы. Но если это скользкая какая-то, плитка какая-то, ну, знаете, поверхность, которая скользит, мокрая, тогда резина обязательно. Но здесь ее нет. Технология применена Climacool. Старая технология. Были прикольные ролики, я всегда смотрел, мне так нравились. Зайдите на YouTube старые, посмотрите промо-ролики, вы будете просто в восторге. Это шедевры, что они делали. Climacool это вентиляция 360 градусов со всех сторон. Раньше она еще называлась Climacool 365, Modulate у меня были кроссовки. Ну, на этой технологии Climacool 365. Их вообще-то много, вот этих Climacool, но в основном они отвечают за отвод влаги, хорошую вентиляцию и тому подобное. Идет стелька. Она такая, не такая, как здесь. Здесь более такая из эво сделана стелька, здесь она более, ну смотрите, какая-то прорезиненного типа, с отверстиями сквозными. Да, и вот здесь вот идет поддержка. Видите, как там все просвечивает со всех сторон. Видите, подошва насквозь. И если пылище, это проблематично. Я в итоге взял на своих кроссовках невентилируемую стельку, ставил сюда и никаких проблем нету. И вот эти вентиляционные отверстия я заклеил. Мои в пользовании, которые Climacool Cyclone, которые с перекрашенной подошвой, они у меня вообще вот конкретно в пользовании. И вот, да, я уже показывал, там после сезона, то есть краска держится, в принципе, нормально. Но только здесь 500 раз, когда уже наступили. И вот здесь у меня вот тут вот отверстия, они заклеены. Это проблема с пылищей решаема. Здесь, что я хочу сказать, немножко по-другому сделано. Визрида. В плане вентиляции здесь уже как бы модифицировали. Раньше делали, ну вот здесь куча отверстий, потом, видимо, поняли, что здесь нужно закрыть. И когда вот вы наступаете, вот этот удар пыли, чтобы не шел вовнутрь, кроссовка сделали вот здесь вот, видите, с боков. То есть, ну пыль как бы попадает, но все равно не так. Опять же, здесь изменили, здесь поставили Adidas. Раньше здесь Climacool вроде надпись была. На мой взгляд, произошло ухудшение. Сетка стала другая. Раньше она была такой более крупными ячейками. Их лучше вентилировать. Если выбирать по вентиляции вот эту, то здесь лучше вентиляция. Здесь ухудшили вентиляцию по сравнению вот с прошлыми моделями. 20-го года модель. Индонезия. Здесь Вьетнам. Тоже конец 19-го. Начало 20-го будет. Большой палец частично попадает под усиление. Мизинец тоже как бы частично, но чуть-чуть получше, чем там. Дополнительное отверстие, чтобы сделать там всякие разные шнуровки. Шнурки нормальные такие, но здесь лучше. Километровые, причем еще здесь. И вот в чем конвейерность Adidas, да и в других любых вообще абсолютно брендах. В том, что, видите, раньше здесь была такая мелочевка, но приятно. Здесь надпись Climacool была. Сейчас ее нету ни там, ни тут. Ну, понимаете, вот из таких мелочей и складывается отношение к бренду. Пена здесь чуть-чуть помягче. Чем здесь. Она в средней жесткости, Эва. Но здесь есть резина Edivere или Edivere, как я до сих пор даже не знаю. В Adidas говорят Edivere спецы. Ну, я не спец, поэтому говорю, как говорю. Тонюсенькие ставки текстиля. Вот здесь вот пятка всяко плотнее. Сама по себе, видите. Она не такая прям жесткая. Я могу сгибать ее здесь вот. Тоже вообще, смотрите. Тонюсенькая вообще вся пятка. Хлюпенькая, честно говоря. Сгибаемость нормальная, хорошая. Здесь тоже нормальная, хорошая. Конечно, можно ходить, бегать, тренироваться, спортом заниматься. Но все-таки, я считаю, она просто для ходьбы создана. И не более, и не менее. Стельку глянем. Возможно, вам покажется, что они одинаковые. Но вот это из Эва сделано. Но также вентилируется. Вся в отверстиях. Под стелькой тот же самый подклад. На просвет, может быть, чуть-чуть будет заметно. Но сейчас вы увидите, как вот в темноте это все просвечивает. И сразу же меня поймете. И там, и там у нас американская девятка. Сопоставим. Длина стельки абсолютно одинаковая, как вы видите. 27,4 сантиметра, примерно. Глянем, как выглядят на ногах эти кроссовки. Ну, на мой взгляд, весьма неплохо. Для людей в черном. Как пушинки, честно говоря. Когда надеваешь, сразу же чувствуется вот эта поддержка. Пиноматериал такой, наверное, ближе к жестковатому. По размеру, ну, что могу сказать. Вот US-9 ведет себя, наверное, как US-8,5 мне обычно. Брать всяко, поэтому на пол размера больше своего обычного. Мизинец. Ой, капец. В зоне риска. Ну, вот здесь вот награничит. Резины нету. Ну, и, собственно, что вы особо здесь можете хотеть от этих кроссовок. Вот так вот. Сразу же чувствуется приток воздуха. Он лучше, чем на прошлой версии. Это всяко. Пятка хорошо зафиксирована. Сгибать легко. Ничего не трет, не жмет, не давит. Ну, хорошо сидят на ноге. Мне нравятся такие сбалансированные кроссовки. Летом, да, да, всяко. Посмотрим вид сбоку. С обоих боков. Ну, что сказать. Да, как я и сказал, километровые шнурки. Но тут есть еще дополнительная петелька. Чтобы исправить хоть немножко этот косячок. Черный цвет и лето. Ну, на мой взгляд, очень слабо совместимы. Хоть я и сказал, что те кроссовки фреш, которые лучше вентилируются в 20-м году. Но все же на плюс 20, плюс 25, я думаю, эти кроссовки должны подойти. На ногах невесомые. Ну, блин, я говорю, тут все по минималке сделано. Ну, вот большой палец еще здесь есть. Но, если брать на лето, то даже можно взять и на полразмера своего больше. Ну, можно взять, а можно и взять свой стандартный размер. Как хотите. Тут все-таки пятка вот такая вот тонюсенькая. Нога полностью в нейтральном положении. Никуда не валится. Что мне нравится? Вообще, ну, как бы все как стандартно. Амортизация есть. Чувствуется проваливаться благодаря как раз еще и частично технологии. Ну, вот то, что здесь выемка как-то своеобразно ощущается. Это все поддержка во фреше лучше. Так как там резиновая стелька, и она идет внахлест. И она чувствуется по-другому, нежели вот здесь вот. По сгибаемости мне нравится эта сетка. Она, мне кажется, довольно-таки эластичная. Вот я, смотрите, много раз сгибаю, и даже сгиба не видно. Но, вот подобные кроссовки, что те, что эти, если по деньгам, то, наверное, брать можно смело до 4,5 тысяч рублей. По скидкам выше. Ну, я думаю, не стоит, не стоит заморачиваться брать. Есть же у них модели еще новые клаймакулы, опять же, утюгообразные. Но для меня они мало интереса вызывают все-таки. Ну, не знаю, может быть, кому-то и понравится. Расскажите, напишите, как они хороши, не хороши. Но почему-то мне вот подобные модели больше нравятся. Не знаю, может быть, я просто уже старею. Ну, вот такой вот обзор у нас. Всем спасибо и всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»